Должна быть эта книга, она должна быть у вас в сердце, на столе. Да, как ты думаешь, как тебе вот такая музыка? Да какая музыка? Музыка одна нужна, по слову Божию, чтобы всё было. Вот сейчас «Страсти Господни» Баха Себастьяна. Вот музыка. По Евангелию от Матфея. Пятую симфонию Чайковского зарядите. Бетховена. Слышал? Нравится? Да, конечно, нравится. У нас девочка одна. Через неделю Пасха Христова будет, знаешь это? Да, я в санаторий, я на Пасху приеду домой. А что ты так скрываешься? Повыше голову подними, чтобы голову, вот так. Можно я только проснулся? У нас очень большой есть видеоканал, можете зарядить. Называется «Во свете Библии». Моя бабушка вроде так. Да. Можешь сейчас прямо сказать «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» кто автор? Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Ну посмотри, откроется, нет? Откроется, нет? Сейчас, хорошо, сейчас зайду. «Во свете Библии». Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Христе, о Его жертве, что через неделю будет Пасха Христова. Вы знаете это? Ну. У вас такая книга, у вас в семье такая книга есть? Извините, может, в моей семье такая книга есть, но мне кажется, я атеист, скорее всего. Что говорите? Я, скорее всего, атеист, типа, я не знаю. Атеист, значит, никакого греха не признаете грехом. Можешь делать все, что хочешь. Убивать, насиловать. Нет, это я не отобраю, я просто не знаю. А по-другому никак. Делающее неправду не идет к свету, Библия прямо говорит. А делающее добро идет к свету, ко Христу, чтобы дела были явные. А это люди напускают на себя, ничего нету, твори, выдумывай, пробуй, как Маяковский говорил. Ну, Маяковский – это великий человек, на самом деле. И чем он закончил Маяковский? Все. Плохо закончил. Плохо, хуже даже не бывает. Он застрелил сам себя. Да. Ой, а вот дым-то зачем вы берете в рот? Это нехорошо. Видите, у вас вид такой, как будто обкуренный. Не-не-не-не-не. Наркотики – это зло. Да зачем вам брать-то это? Господь сотворил человека для царствия своего. Видишь, какой дым изо рта идет, как у змея Горыныча. Это не дым, это пар. Да я знаю. А это не надо пар. Пар – это блудные мысли пытаетесь подавить. Я исследовал, знаю, что это означает. На самом деле, то есть мы, я этим торгую, по сути. Я свой шепот открыл. Это не надо ничего. Бог дал воздух, сотворил тверь. А не то, чтобы люди в баночке имели и пар глотали какой-то. Вы еще не жили. Это все отравляет организм. Табак отнимает 12 лет жизни. Пьющий дальше 36 лет, ему не за чем жить, как наркоману. Ну, типа, я на этом деньги делаю, типа, на людях, которые зависимы от всего этого. Почему бы и нет? Зависимость одна. Если человек, написано, делающий добро, идет к свету. А Христос есть свет истины. А если я продаю, я делаю зло, что ли получается? Ну, если что-то бы делать и противное боли Божьей, то, конечно. И написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. Ну, на самом деле, это все очень сильно запутано, потому что у нас, как бы, в России есть закон, который защищает верующих. Как бы, если ты верующий, то тебя закон защищает. Это же бред. Как бы, понимаете? А как он защищает? Скажите. Ну, смотрите, на меня написали заявление за то, что ко мне пришли. Я сказал, что я не верю в Бога. И, то есть, я, как бы, это все не признаю. На меня пришли и написали заявление. Понимаете? Не видел. Такого не слыхал даже ни разу. На меня написали заявление за то, что я сказал, что я атеист. Это их как-то оскорбило. Такого, не знаю, оскорбило. Это ваш выбор. Вы избрали от мучения. Это ваше дело-то. А другой избрал рай. Нет, смотрите. А если я, например, не верю в Бога, то, получается, куда я попаду, то есть? Если я не верю, ни в чем. Ну, не верю. Это написано, верующим, Сына Божия, иметь жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Его ждет мучение с сатаной в огне вечной. Почему, если я не верю, почему он страдает где-то потом? Да потому, что это Божье установление. Нам почему не надо спрашивать? Бог сотворил. Это его воля. Да, воздух, земля, планеты, дыхание. Сотворил нас, нервы натянул. И ты думаешь, что я свободен, буду делать, что хочу. Не будет этого. Ты даже не знаешь, как завтра скажут тебе саркома легких. И все. Весь твой пар вышел. Вы вспомните, когда вот фильмы «Мастер и Маргарита» видели? И вот Бортков, режиссер. И вот там они на скамейке у ПТР-шых прудов сидят. И Валант Берлиозе говорит. Помните, как он ему говорит? О Христе. А он говорит, так это доказать надо. Не надо доказывать. Я там был, когда его распинали. То есть он дьявол. Он там был. Спрашивает. Так вы и в дьявола не верите? Дьявола? Нету. Ни дьявола, ни Бога. Что это сегодня такое? С утра было, а сегодня нету. Куда все делось-то? Да нет, типа, я не знаю, почему я не хочу в это верить. Я беру ваши фильмы, описальные, которые можно. Видно, что рассуждает. И дальше показывает. В такой-то день 14-го Ниссана вышел кавалерийской походкой, шаркающей, с подбоем красным. Пилат выходит. И в это время Христос. Хорошо поставлено. Да. Так Господь. Ну, это выдумка, конечно. Михаил Афанасьевич имел связь с нечистой силой. Сегодня уже доказано. Доказано? Конечно. Доказано. В записях все это есть. Это не часть... Я о ком сейчас говорю? Кто написал это? Мастер Маргарита. Какое же дело? А вы какие подразумеваете дела? Жизненные. Жизненные. Они делятся на две категории. С Богом и без Бога. Если человек верит в Бога, в страхе Божьем ходит. У него дела вписываются в Евангелие. Вот так вот. А когда без Бога, там весь уголовный кодекс висит на шее. Там и прелюбодеяние, и измена, табакокурение, пар дышит, убийство, наркомания. Там все. Верит и не верит. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Он бережет себя. Он сосуд Божий. А это, если не верит человеку, дьявольский сосуд. Он его одного задавил, отравил табаком, во второго залез. Он же не хозяин. А Господь хозяин нашего тела. Тело храм. Он бережет. Чтоб чистая пища была, чисто питье, чистый воздух. Я вас понял. Ну еще бы. Мне сколько лет, как вы думаете? Вам? Да. Лет 80, да? Абсолютно точно. Вы угадали. Один к одному. Вот, понимаете? А мне как думаете? Ну, если бы так-то по-хорошему, то я, может быть, это стоял, другое дело. Бреется. Трудно определить. Ну, думаю, года 23. 21. Ну, все равно не так далеко. Вот. И я ни разу не раскаялся, что я признал Бога своим господином и живу по Слову Божию, по Евангелию, верю во Христа, хожу в храм и все делаю ради Бога. Это жизнь, наполненная радостью. Вот мы с нуля восстанавливаем поселок с нуля православный. Сколько каких вопросов, да? А можно один вопрос к вам? Можно, и два задать даже. А вот если вы будете знать, видеть, что люди падают, зачумленные, лежат на дорогах, то врач что делает? Написано, нужду во враче имеют больные, а не здоровые. А вот эта рулетка, это самое поганое место во вселенной, наверное. Тут одни блудники будто бы собрались. Половина мужиков голые валяются, процентов 80, наверное, мусульмане. Мы для того пришли, чтобы считать Евангелие, Псалтырь, людям рассказать о Боге, о Суде Божьем. Я уже здесь нахожусь в 78-й день. Слушают вас? Да, бывает и слушают. Вы можете зайти на наш YouTube-канал и увидеть, как я разговариваю с ними. Вы меня сейчас тоже записываете? Обязательно. И вы зайдите на наш канал и себя увидите. Можете меня, пожалуйста, не выставлять никуда? Никак. Обязательно будет. И при том, можете записать наш канал. Вам интересно будет, что мы говорили по-хорошему. Запишите во свете Библии. Сколько у вас подписчиков? 34 тысячи. Во свете Библии. Дальше Игнатий Лапкин. Обязательно поставьте, я как автор. И у нас 33 миллиона посещений, просмотров. Лапкин? Лапкин. Уменьшительное слово «лапа». Записал. А вот если у вас будет желание встретиться по скайпу, поговорить, то только фамилию зарядите. Я один с этой фамилией именем. По скайпу. Я вас понял. А если вы зарядите через гугл сайт во свете Библии, Игнатий Лапкин, откроется наш сайт. Огромный-огромный сайт. Там наши книги, фильмы. Вот там, что я начальник детского лагеря, 45 лет был. Там всё есть. Вам очень... Я понял. Вот вы зайдёте, когда по сайту, вы увидите там, мои книги вышли, 38 томов. Как занятия ведём, встречи в городе, проповедуем. Какая миссионерская поездка была от Владивостока до Лиссабона. А вы из какого города? Барнавол, Алтайский край. Ясно. Всё понятно. Хорошо. До свидания. Было приятно с вами пообщаться. Слава Христу. Если будет, значит, желание по скайпу, вот зайдёте и только сразу дайте знать, что никаких аватаров, ником. А вот как вы сейчас сидите, а заходите на наш канал, если не сразу выставят, у меня администрация тут работает, то себя увидите, разговор. Вопросы, может, есть какие? Нет, всё, спасибо. По жизни, по вере, по душе, как спасти душу свою. Я вам, если что, в скайпе позвоню. Вот, с Богом. До свидания. До свидания. Чтобы без руганий, ни одного матерка, чтобы не было. Я говорю, что если будете разговаривать, чтобы скверные слова у вас не выходили изо рта, тогда мы поговорим, что-то спросите. Вы по-русски разговариваете? Не понимаете, да? А вот смотрите. Библия, Библия, Библия. Мы молимся. Почему? Надо молиться Богу. Благодарить Бога. Вот как. Всё. Наверное, много пил и курил. Всё, сгорело, вышибло. Ну, что это такое? Я даже не понял, что... Не знаю. Ну, ладно. Всё. Хорошего. С Богом. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Да. Знаете? Да. А что, через неделю Пасха Христова будет, знаете об этом? Да. Как можно забыть? У вас храмы есть там, церкви? Да, они есть. Ну, вот надо сходить, ночью Христа встретить. Помолиться. Помолиться, да. Если человек не молится, он одинокий, покинутый. Христос сказал, Евангелие от Яна 15,5. Говорит, без меня не можете делать ничего. Ну, зло это может делать человек, пакости. Вы можете зайти на наш YouTube канал, у нас есть. Очень большой канал. Называется «Во свете Библии». Вот зарядите. «Во свете Библии». «Во свете Библии». А потом напишите «Игнатий Лапкин». Это моя фамилия и имя. И тогда откроется. Да, да, да. У вас нашли. Верезать 5 тысяч подписчиков. Сколько там подписчиков? 35 тысяч. А про посещение, просмотров 33 миллиона. Так, смотрим, да. 34. Да, уже перешагнули там. Юбилема. Если вы захотите когда-нибудь выйти, по скайпу поговорить, вопросы какие-то решить, просто зарядите «Игнатий Лапкин». Вы меня сразу найдете. Я один с этой фамилией. Канал «Во свете Библии». «Во свете Библии». А вот если вы хотите через Google зайти, «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сайт называется. Сайт. Огромный сайт. Огромный. Там почти 50 книг моим голосом насчитанные. Архипелаг ГУЛАГ. Книги. Там 38 томов книг моих. Вам будет интересно это все ознакомиться. Сайт называется. Да. «Во свете Библии». Там иконы покажутся сразу. Вот. Да, да, да. А если это вы иконы, говорю, книги откроете, второй том, это «Как беседовать с сектантами, сиритиками». Если, взумайте, вас интересует мусульманство, то это 18 том. Каждая книга 750 страниц. Если даже есть. Да, именно там разбираются по сурам, аятам, Коран, в сравнении с Библией. Да. Вот видите, как все-таки натолкнулся я на вас. Ну, это прямо беда какая. А одни голые мужики валяются, что попало делают. А ребятишки, как увидят, визжат, со страху падают. А от чего, не знаете? Ну, с бородой кричат «Хатабыч». Ну, «Хатабыч» это же, по-моему, этот «Аладдин» или как он «Дух». Ну, если человек зайдет в храм, посмотрит, православный храм, вы без бородок ни одного не увидите на иконах. Христос был с бородой, пророки с бородами, апостолы с бородами. Так Бог сотворил, что это власть мужчина над женщиной. А сегодня они бороды бреют под каблучники, баба мужиком крутит, разводятся. Мужик не может выдержать этого деспотизма женского. Надо жить по заповедям Божьим, тогда все по-другому будет. Вот мы взялись с нуля строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. А одно такое поселение на 21 тысячу порушенных. И вы на канале все это увидите. Называется поселок Потеряевка. А вы меня не снимаете? Нет. Просто у вас тут 7 часов назад было видео? Это название по жителям первым. Фамилии были Потеряевы. 180 лет назад. А потом селение исчезло. Ну вот в России 21 тысяча поселений полностью исчезли. И наше исчезло. А потом мы через 20 лет туда вернулись, получили статус, храм построили, школа. Все по-другому пошло. Все верующие. В школе учителя верующие. Ну программа такая же, как везде. Государственная школа. Вот вас, если можно, заинтересовать, как молодого человека, и подвигнуть на что-то. Вот мне Господь позволил создать детский лагерь. Я был его начальником 45 лет. Без помощи государства. Тысячи детей отдохнули. И государство ни рубля не дали. Это 45 лет. Это больше полжизни. А вот у вас тут на канале есть видео, как вы снимаете, типа в чат-клепке. Да. Библию читаете, я так понимаю. Ну вот с кем разговариваем, мы все снимаем. У нас там 14 тысяч 800 роликов. Это очень большой канал. Очень большой. То есть ему равных, кажется, и нет в интернете. У нас свои. И там беседы, начитанный златоуз, жития. Ну, вы увидите, если открыто. Там же показано. Сейчас рулетки. Я уже 78-й день нахожусь. 78-й день? Ну да. Чтобы людям возвестить о Христе, о Боге, считая Псалтырь, Евангелие. Рассказываем. Потому что здесь тьма, ущелье мрака, Содом и Гоморра. Если что, у вас ВКонтакте, друзья, добавил. У меня везде есть ВКонтакте. Я никуда не захожу. Я едва успеваю тут свою почту разобрать. У нас есть Твиттеры, Фейсбуки, Одноклассники. Там везде есть странички. Живой журнал. Но там администрация у меня работает. А я нахожусь только в Мейл.ру. Вот тут я постоянно. Мой мир, знаете? Вот если зарядите, Игнатий Лапкин легко переписывается здесь. Вот там у нас 22 400 фотографий наших. А вы не в Барнауле? Да, Барнаул. А вы женаты? Как сказали? Вы женаты? Да, это никакое отношение имеет. К спасению это не имеет отношения. У вас есть скайп, твиттер, родители, кто на это записывает? Да. Вот в скайп зайдете, Лапкин и Игнатий ставите, Сразу найдете, Если нужно вопросы какие-то решить. А вы слышали такого журналиста? Он блогер, Шахматов Алексей. А, не знаете? Мы его завтра встречаем из Москвы. Он специально едет, чтобы интервью взять. Летит сюда. А вы видео будете снимать? Как говорите? Видео будете снимать. Обязательно. Вот там в студии все будет, А потом пресс-конференция. Он специально едет со мной побеседовать. У меня интересная биография. Когда я уверовал, Меня сажали. Пять тюрем прошел. Всякое такое было. А потом наша миссионерская поездка. Вот книги изданы 38 томов. Мы решили подарить библиотеке мира. Из Барнаула дошли до Ладивостока. А потом мы закинули контейнеры границы. И дошли до Лиссабона. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север, Турцию с той стороны. И подарили на 35 миллионов рублей Библиотеке мира книги. Ладно. Да. Люди говорят, нечем заняться. Земля пустая. Каждый год почти тысячи, миллион человек Уезжает за границу. А тут такая прорва. Тут надо работать. Я вот в Америке ездил, приглашали. Я не дождался, когда вырвусь домой. Там все зализано, не как у нас. И то нельзя там, ну не наше. Мы уже привыкли к этому беспорядку. У меня под окном крапива растет, И мне нужды нету. Скосил раза два за лето. А там нет. У нас дети купаются в прудах. Мы пруды восстанавливаем. А там нет, там нельзя. Должна быть дистиллирована какая-то вода. Но они и болеют больше. А у нас дети природы. Ясно. Вы думаете, сколько мне лет? Ну, вам 68. Да, почти угадали. 80. Ого. Но учитывая, что у меня за путь был позади, еще ни одной таблетки не съел. Значит, мы живем в природе. Все чистое. Вот сейчас весна, березовый сок берется. Это все для пользы человека. Никто не курит, не пьет. Из дома выходят, палочку подставил, вот так к двери, и все. Доверие полное. А так, раньше-то в России так и жили. Уповая на Бога. А сегодня ничего этого нет. Вот только к нам. Чужие у нас как прядут, все подметут. И канистру с бензином утащивают, и что там лежит, алюминиевым, все утащивают. Там даже будут ролики, как мы воров поймали несколько раз. Как с ними я молился, и что было. Ну, это точно много видео. Да. Только о лагере детском 470 роликов. Именно какой метод воспитания, купается за ягодами, на лошадях, на лодках. Новое поколение растет. Вот у нас, которые в армию пошли, дедовщина ни один не попадает. Они послушные ребята, здоровые. Вот племянника у меня взяли, президентский полк. Там встречать королей, да разных там, на лошадях. Ну, если вопросов нету, будем прощаться. У вас там, наверное, зависла программа? Как же так? Даже не ждал я этого, что тут зависнет-то. Ну, слава Богу!